Итак, приветствую вас, друзья! Меня зовут Саша, вы на канале Князь, сегодня у нас Битла Замков и выходит очередной роллинг. Если тебе нравится тема роллингов, не забывай поддерживать, ставить лайки, писать кучу комментариев, в которых будет очень много-много-много слов, чтобы Ютуб их засчитывал. А я нахожусь на аккаунте игрока под ником Креветка, и у него, как вы можете видеть, 18 тысяч самоцветов, но это не так, потому что если мы зайдем на склад, то тут очень много ништяков, и что самое главное, здесь много самоцветов. Блин, тут прям, ну так нормально, короче, он на складе откопил, 85 тысяч, мы сначала поролим героев, а потом будем открывать целую кучу ништяков. 415 тысяч силы, дамы и господа, а игрок в какой гильдии-то находится, а? В какой гильдии? Гладиаторы, гладиаторы, кстати, еще очень много мест, смотрите, 14 игроков только в гильдии, так что, ребятушки, ищите гильдию, вступаем в босс 3-й в 21.00, 5-й в 21.30, по UA, по UA это по украинскому времени, кстати, латвийское время, где я живу, совпадает с украинским временем. А пропуск к битве гильдии, нах, ну понятно, то есть куда ты идешь, пропустил битву гильдии, идешь, нах, атака фартов 12.00, вот, вся информация есть, ребятушки, если что, вступаем. Давайте посмотрим вообще, что на аккаунте происходит. Что у нас тут на аккаунте-то, а? А, слушай, героев-то много не хватает. Фобос, ну, Кровавая Мэри, понятно, донатная, Фобос, Космо, дальше, Королева Оз, уже 3 дуэлянта, донатное говно, Полярный Лис, понятно. Свален, 4, Барт, понятно. Скиталец, 5. Ну, Фобос и Космо, наверное, да, основное, что хотелось бы получить на этом аккаунте. Фо, а, ну и Свален, может, ну и как бы и другие герои для коллекции, Фобос и Космо. Ну, что-то Космо мне не падал, все предыдущие роллинги, давайте, погнали, ребята. Начнем. Бульдозер, не знаю, как это расценивать, хорошее начало или нет, Рыцарь Тьмы, Панда Разрушить, давай, ты уже, давай, елки-палки, у меня же должен уже выйти-то, удачный роллинг в коем-то веке с Рыцеедкой Малышник в 2020 году, Заклинательница, туда же идет, прям в одно такое место, вот, куда шлют в гильдии гладиаторы, когда человек не проходит битву гильдии. Князь Тыква, Купидон, Валентина, Кэнди, слушай, такое количество героев у нас в игре, что, походу, невозможно нужного выбить. Хотя, знаешь, вот, ты смотришь и падают одни и те же герои почему-то, одни и те же, даже если мы сейчас начнем выбивать каких-то редких, хороших героев, по типу Феникса, то они будут по пять раз подряд падать, но нужного героя не упадет. Душегуб, ну, типа, камон, Аджи-Джи, ну, давай, ну, чё, типа, всё, на роллинге можно забивать или что? Где результаты, где герои недостающие, где редкие, крутые, недостающие герои, Рыцарь Смы или что? Космо теперь, возможно, выбить только на базаре? А за самоцветы невозможно? Ёки-палки, сурциетки две упало. Бульдозер, ну, вот какой раз ты падаешь? Украдитель, Бугимэн, сколько героев подряд? И вот только единственный, более-менее нормальный герой, который и так был на аккаунте. Ну, зато красиво, конечно, всё подряд падало. Давай по 150 самоцветов ролить, мы уже сроллили 25 где-то тысяч, как минимум. Королева Гарпий, Гаргул, ёлки-палки, добро пожаловать в 2017 год, типа, вэлкомбэк. Давай! Сукуб, да что это? Просто магазинное говно подсноузило, серьёзно. Ну, вы скажете, ну, редкий герой. О, ворожей. У нас сегодня, по сути, ворожей и Бугимэн из более-менее нормальных героев выпало. И то, как бы, ну, они, по сути, не нужны. Орес, оборотень. Ух, когда-то Орес был крутым. Как мы там с ним ломали голову. Как всё это круто было. А сейчас что? А сейчас Ледяной Феникс. Вот о чём я вам говорю. Упал Ледяной Феникс. Мы уже потратили. Мы уже потратили почти половину самоцветов. И как бы ни одного недостающего, даже Галимового героя ни одного недостающего нету. Жаль, я не знаю. Ну, прям не хочется, знаешь, роллинги снимать. Потому что и просмотров не особо много. И как бы, блин, вот так вот каждый раз обламываться. Я не знаю, где герой. Ниндзя. Ты чё? Ну, ты чё? Давай уже, а? Космо дай. Космо дай. Или фобосы на крайняк. 37 тысяч самоцветов осталось. 37 тысяч самоцветов, друзья. Ко-хо! Моё почтение, рандомовый IGG. Моё почтение. Как же я мог в вас сомневаться, а? Как, как, как я мог в вас сомневаться, друзья? Ну, вы шо? Поздравляю, поздравляю с Космо. Ёлки-палки. Ёлки-палки. Ну что, давай там фобосы и остальные герои для коллекции. Вот, я вам говорил про ледяного феникса. Сейчас он будет падать тут, как говно по весне после снега. Просто давай. Чё нам, ещё одного ледяного феникса? Нет, фараона даёшь. Фараон. О-о-о. Фараон. Дракос, ну чё ты? Давай там, а? Ёпп, ты ты театр. 25 тысяч самоцветов осталось, друзья. 25 тысяч самоцветов. Слушай, ну да, судя по последнему, по последним результатам роллингов, да, предыдущих дней, по факту чудо у нас выпадает. Ну, типа, то, что Космо выпал. Ронин. Ронин. Окей, Ронин. Ронин выпал. А дальше чё? Всё? 20 тысяч самов осталось. Давайте сделаем паузу для ништяков. Может быть, немножко рандомчик. Рандомчик собьётся. Мы посидим. Почилим, короче. Посмотрим, как герои открываются. Такие. О-о-о. 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 Е. Так. Оп. Стоп. Все. Оп. 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 Ну-ка, давай дальше. Ну, карточки, карточки. Ну, да, вот, ну, типа, оттолк от этих карточек. Вы хоть туда добавляли бы новых героев. Ну, их реально неинтересно открывать. Ну, типа, если только новичку. А так они, ну, типа, копятся и копятся. А знаете, когда-то было время в битве замков, когда ты на видео открываешь пять карточек самых-самых простых. И это видео у тебя выходит в топ и там набирает 80 тысяч просмотров. Просто пять карточек. Пять самых простых карточек, друзья. И это видео смотрели. Это было всем интересно. Потому что тогда там можно было выбить каких-то крутых, там, редких героев на то время. А сейчас что? А сейчас как бы ничего. А сейчас, сейчас ты идешь в одно место. Вот, 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 по сути, все. Расплодили этих карточек и ни одной, ни от одной карточки нету толка. Ну, вот что, вот этих карточек падал, падал космо, нет. А в этих так тем более. Ну, и что толку от этих 35 карт? Что толку от этих 35 карт? Сундук гильдий. Саша мне пищу не шла. Сундук гильдий. Он самый красивый, что он. Письку обычно сафон отправляет. Воу-воу-воу-воу. А нам приходят донатики во время записи роллинга. Вот, спасибочки большущие. Я в ютубе. Воу-воу-воу. Ладно. Окей. Хорошо. Так. Идем дальше. Воу-воу-воу-воу. Еще донатик во время. Во время видео. Но, ребятушки, озвучка, озвучка теперь от 500 рублей. Так что извиняйте. Вы меня на этом стриме чрезвычайными происшествиями, твердыми знаками, вот, и всем чем можно, мягко скажем, уже просто превращайте в дьявола. И там реально надо будет делать, скажем так, выход экзорцизма. Гильдию я, конечно же, прорекламирую, но чуть позже, после роллинга. Ну, а мы возвращаемся в видос. И что мы делаем? Что мы делаем? Открываем дальше ништяки и, конечно же, ноем. Конечно же, ноем по поводу этого, этой, этой. Я не знаю. Ну, вот, раньше тоже помню, ништяки было прикольно открывать. Сейчас уже тоже такая рутина, как бы, ну, ништяки, ништяки. Ну, как бы, а что мы там не видели? А что там, а что там редкость? Если донатишь часто, у тебя, как бы, этого, этого просто как грибов после дождя осенью. Донатишь редко, ну, так ништяки там у тебя, значит, такие, что от них у тебя толку, толку особо не будет. Вот, и, как бы, вот такие вот дела, друзья, вот такие вот дела. Идем дальше. Слушай, опа, слушай, ну, ресурсы здесь копились, мое почтение. Надо глянуть, подземки и волны. Такое чувство, как будто на этом аккаунте возможно. Я не утверждаю, просто сидели, копили самоцветы и копили, копили ништяки. Надо посмотреть, вообще, аккаунт бездонатный или донатный. Ёлки-палки. Так. Ну, слушай, ну, хотя, знаешь, вот сейчас этих ресурсов, смотри, 22 карты. А толку, толку от этих карт, ну, типа, Фрею выбить, ну, окей. Ну, это, опять же, это актуально для новичков, у кого там нету Фреи, там, Афины. И до, смотри, 25 карт ни одной Фреи не выпало. Ну, а как так жить, смотри, 324 четвертых сундука. Мое почтение. Мое почтение, ребята, мое почтение. Так, и что, и что? Ну, опять же, ничего не меняется, окей. Там уже этих священных огней, порочных пактов у людей там по 200 штук накопилось. Хотя тоже, вот когда-то, еще совсем недавно, казалось бы, порочный пакт, священный огонь. Это было интересно, это было редко. Это были топовые таланты, антиподы, понимаете? Антиподы между друг другом. А сейчас что? А сейчас просто это собирается на складе, как одно, как одна коричневая субстанция. По-другому это не объяснить. Смотрим здесь. Ну, тоже эти мешочки, по сути, уже не актуальные. Летим-то. Откуда столько коробок? Не, ну, это по-любому не бездонатный аккаунт. Потому что столько всего тут накопить, без доната, это нереально. Слушай, ну, здесь очень-очень много. Это с шестьсот пятых коробок, это же там пятые коробки, не шестые коробки, но с шестиста пятых коробок тут накопится ресурсов, мое почтение. Надо посмотреть потом, сколько будет книжек. И жаль, мы не посмотрели до открытия этих коробок, сколько было камней, ребята, сколько было камней. Так что, вот такие вот дела. Так, ну что, по сто книжек, по четыреста, по двести падает. Смотрим, смотрим, ребят. Книжек тут, походу, на всю жизнь будет. Типа, блядь, можно на этом аккаунте библиотеку открывать. Вот, и не только школьную, а такую общественно-городскую. Ну, и там, чтобы ноутбуки, там, ну, компьютеры стояли стационарные, чтобы в Википедию можно было зайти. Листочки какие скопировать, распечатать. Ну, и чтобы такая, знаете, библиотекарша была такая в меру сексуальная, но строгая. Вот, да было бы идеально. Давай. Так. Ну, что тут, когда, о, смотрите, 600 сундуков с моим балаболением прилетели просто незаметно. Слушай, эти какие-то, когда-нибудь эти ништяки закончатся? Мешок с эмблемой Prime. Ну, давай. Что тут, ремки? О, ремки, ремки падают. Я помню, там, какой-то момент я реально не мог получить никаким образом эмблемы ремки. Открывал кучу, кучу, кучу этих коробок, точнее, мешков с эмблемой. И, как бы, и все было очень грустно. Ну, сейчас, со временем, уже, уже нет. Смотри, а здесь у нас 500, 500 блатных сундуков. Самых блатных, шестых. Это интересно, а что они седьмой сундук добавляют? Что бы они могли добавить в седьмой сундук? Я даже не знаю. Они, наверное, туда добавят питомцев, суперпитомцев. Ну, то есть, суперпитомцев добавят, дайте угадаю. Пару камушек для судьбы. Потом эту валюту для прокачки ранга. И что они еще туда добавят? А, и как же, как же, без камней улучшения эмблем? Вот. И это будет, наверное, седьмой вид сундуков. Да уж. Ладно, смотрите, уже тоже здесь почти все коробки открылись. Ну, если скины зданий, скины, скины зданий не прокачаны, то, то что у нас получается? То, как бы, как бы, елки-палки. Ну, можно, можно силушку хорошо поднять. Там еще скины зданий до двадцатого уровня, если не ошибаюсь, скачаются. Ладненько. Идем дальше. Ну, блин, эти ништяки просто... Это, 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 это какая-то бесконечность. Слушай, тут эмблема ерунда. Сто семь. А, это эмблема второго уровня. Слушай, вот копил человек. Это третьего уровня. Слушай, давай яйца пасхальные откроем. Окей, понятно. Давай дальше. Окей, идем дальше. Вот только не пишите мне в комментариях, что я им видео, я им идею для сундука дал. Если добавить такой ущербный сундук... Ребят, я не виноват. Я не виноват. Не виноват, а я я. Идем дальше, пропускаем. Там непонятные какие-то дебри с этими мешками эмблем. И потом ролим 20 тысяч. Самоцвета, мы, походу, тут эти ништяки открываем дольше, чем самоцвета ролим. Окей, тут накидывает, накидывает добра. Фобоса собрать мы все равно не смогли. Ну ладно, печалька, это открывать не будем. Хотя давай сундук чар, там священный суд выпадет или нет. Он может оттуда вообще выпасть? Ну, судя по результату, походу, нет. Ну, хотя я не помню. Надо было, опять же, заранее посмотреть. Скины зданий, это хорошо. Если они не прокачаны на максимум. Так, тут что? Опа, оп. А, блин, я уже такой думал, сундуков типа много. Сейчас осколками фобоса соберем, да, так. Тут еще ништяк. Знаете, у него еще в коробках эти красные камни для прокачки прорыва, желтые камни. Слушай, аккаунт этот, качать и качать. Воу. Да, тут осколки скитальцев всякие. Но праздничные подарки, наверное, открывать не буду. Там, как обычно, выпадет, сами знаете, что. Не хочу произносить это слово так. Так, тут новый герой. Это сундук лавы. Окей. Все. И теперь мы с чистой совестью можем взять и вернуться на роллинг. 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 На роллинг, ребят. На роллинг. Нам бы хотелось бы фобоса выбить, да, там, или недостающих героев там. Скитальцы, не скитальцы. Давай. Или все, после того, как открыл ништяки, давать ничего не будет. Тесса упала после ништяков. Тесса. И что, все, что ли? Эгей. Ай-джи-джи. Ронин. Окей. Тесса, Ронин. Дальше что? Дальше-то что? Дальше-то что? Да, и сейчас после роллинга... Кэнди. Сейчас после роллинга посмотрим по ресурсам, сколько там книг вообще получилось. То есть там, наверное, просто запредельнейшее количество книг. Так. Ну, давай! Это просто дал космо, типа, и все. До свидания. Вот реально дал там, по сути, одного недостающего героя. Я вам говорю. Выпадает один, выпадет второй. Вот что сейчас с роллингами происходит? Я реально не вдупляю. Варлок. Слушай, что там выпало? Я не успел заметить из-за того, что у меня как-то это начало дело все подвисать. По-сумасшедшему. Так, полторы тысячи самоцветов. И что у нас остается? Окей. Так, заходим сюда. Героя, может, мы там недостающего выбили? Оккультист был. Ну, космо выбили. Ясно, понятно. Мы, короче, выбили только космо. Я не знаю. Пишите в комментариях. Это удачный? Удачный роллинг? Неудачный роллинг? Так, окей. Книжки. Книжки. Шестнадцать тысяч! Мое почтение. Камней прорыва. Камней прорыва, ребята. Девятнадцать тысяч. И там как бы еще, да? Не забывай. Девятнадцать тысяч плюс четыре тысячи. Вот это вот все. Тут еще шесть тысяч, да? Жесть. Ну, на этом все. Я не знаю. Что думаете? Пишите в комментариях. Понравилось? Ставьте лайк. Не понравилось? Дизлайк. Подписывайтесь на канал. Епажьте по колокольчику. И всем пока.